Шалом и добро пожаловать на Вахафта Израиль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель доктор Барух будет делиться своим объяснительным учением из Библии. Доктор Барух – старший лектор в Институте Зер Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в Институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Вы – тот человек, который поистине хочет понимать откровения Божьи, которые есть в Новом Завете? Если вы говорите «да, хочу», то каков наилучший способ достичь этого? Посредством понимания откровения Божьего в Ветхом Завете. Оба Завета работают вместе для того, чтобы мы правильно понимали Божью истину, Его послание нам с тем, чтобы мы оказались верными, получили Его благословение и приняли обетование Царства. Есть такие индивидуумы, которые, уча, хотят отделить Новый Завет от Ветхова. Это очень опасно. А почему я говорю это? Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 26 главу. Евангелие от Матфея, 26 глава. Мы только что закончили изучение Слов Мессии, когда Он учил о последних временах и о том, как быть готовым, как важно быть подготовленным к тому, что произойдет в это время перехода. Время перехода от этого мира в тысячелетнее Царство. Он учил нескольким вещам о последних временах. А сейчас мы начнем изучать 26 главу, и здесь изменения. Он будет говорить о Пасхе. И вот простая истина. Если мы поймем в той степени, в какой хочет Бог дело Мессии, то самое важное, что Он пришел в этот мир сделать в первое пришествие, все это произошло в контексте Пасхи. И как мы увидим в предстоящие несколько недель и в контексте праздника пресноков, если мы не поймем Пасху и праздника пресноков, что Слово Божье учит об этих праздниках в Ветхом Завете, то мы не сможем понять откровение Бога в Новом Завете. А теперь давайте начнем 26 главу с первого стиха. Мы читаем здесь. «И случилось, когда закончил Ешуа все эти слова...» О каких словах мы говорим? Он закончил учить о последних временах. «Как быть готовым, подготовленным к тому, что должно произойти». Так что, закончив учение о последних временах, мы читаем, что Он сказал Своим ученикам. Теперь посмотрите второй стих. «Вы знаете, что после двух дней Пасха...» Тут сказано «после двух дней». Мы изучили ранее, что этот термин в одном значении бессмысленный, так как после двух дней — это может быть три дня, пять дней, сто дней, миллион дней. «После» — очень неясно. А какое тут послание? Вот что мы должны усвоить из этого. Число два. Он захотел использовать число два, потому что числа в Библии имеют смысл, имеют значение. И обычно число два, когда оно появляется в Писании, говорит о двух разных, обычно конфликтующих, конфликтующих, контрастирующих мнениях. И мы увидим, что касается Пасхи, и именно той Пасхи, что в ней было большое различие между тем, что учил Мессия, о чем Он знал, что произойдет, и тем, что думали ученики. Итак, тут сказано, «после двух дней нам надо взять из этого, что будет контрастирующее понимание касательно той Пасхи между Ишуа и Его учениками». Посмотрите еще раз весь этот второй стих. «Вы знаете, что после двух дней Пасха, и вот что сказано о Пасхе, «Сын человеческий предан будет на распятие, он будет распят». Две вещи нам надо увидеть. Прежде всего, что касается Пасхи, если вы не поймете, что говорит о Пасхе Ветхий Завет, то вы упустите большую часть послания в этом тексте. Прежде всего, Пасха — это день приготовления. Это приготовление к искуплению. Таким образом, Пасха связана с искуплением и готовностью к Божьему искуплению. Второе, о чем нас учат касательно Пасхи в Ветхом Завете, это то, что Пасха связана со смертью. А почему это так? Потому что в Пасху кто-то должен был умереть. И тут был выбор. Это или Пасхальный Агнец, или Первенец. Вот что говорит нам 12 глава Книги Исход. Возьмите Агнеца, приготовьте надлежащим образом, принесите в дом. Он там будет находиться почти пять дней. А в 14-й день весеннего месяца Авива вы должны заколоть его в Иерусалиме. В первый раз Пасха была, конечно, в Египте. Таким образом, Пасхальный Агнец должен был умереть смертью. А если не соблюсти Пасху, эти инструкции, то кто умрет? Первенец. А Первенец уникальным образом связан с наследием. А почему это важно? Потому что, если не соблюсти Пасху, это повлияет на наследие человека, на то, что произойдет после его смерти. Пасха — это день, имеющий последствия, простирающиеся далеко в будущее. Фактически, если говорить надлежащим образом, можно сказать, что Пасха имеет вечные последствия. Но вот проблема. Ешуа говорил это, и заметьте, насколько он конкретен. Он говорит, через два дня будет Пасха, Сын Человеческий будет предан и в конечном итоге распят. И это нам что-то говорит. Это говорит нам, что Мессия умрет. И помните число два. Два разных контрастирующих мнения. Ученики не хотели принять, что Ешуа говорил много раз, что он идет в Иерусалим на Пасху, и что он будет предан, предан в руки первосвященников, старейшим, книжников, но в конечном итоге он будет распят римлянами и умрет. Ученики не восприняли это. Они не хотели этого принимать. Они этого не поняли. Вот почему число два появляется в этом месте Писания. Итак, мы читаем, что он будет предан и умерщвлен посредством распятия. Давайте посмотрим дальше. Третий стих. Тогда, и это значит, в тот период времени, когда происходили эти события, следующее, чего мы можем ожидать, именно то, о чем тут сказано. В точности, когда Ешуа учил этому, далее мы видим, что тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа. Они встретились, совещались где? Во дворе первосвященника. И это выражение, это слово «двор» может также означать и «дворец». Есть несколько разных пониманий этого слова. Они собрались в резиденции первосвященника по имени Каиафа. Итак, они совещались... А с какой целью? Что ж, посмотрите, пожалуйста, третий стих. Здесь сказано. «И положили в совете». Они совещались с целью взятия Шуа. И обратите внимание на следующее слово. Следующее слово означает «хитростью», то есть «обманом». Неправедно, нечестно. И вот проблема. Это проливает свет на тексты. Мы имеем дело с тремя группами людей. Лидерство, религиозного лидерства Израиля. Мы видим первосвященников, книжников, которые были экспертами в законе и в Писании в целом. И также видим старейшин народа. Нам сказано, что они собрались вместе. Они были во дворе, в резиденции, вероятно, во дворце первосвященника. И они собрались вместе, чтобы посовещаться по определенной причине. Как сказано, чтобы взять, схватить Ешуа. И они хотели сделать это обманным путем. Не поистине это говорит о развращенности, царившей в Иерусалиме среди духовных лидеров. И что они хотели сделать? Посмотрите конец четвертого стиха. Они хотели его убить. Пятый стих. Но говорили... Заметьте, что глагол «говорили» стоит в несовершенном времени. Почему это так важно? Несовершенное время говорит о том, что началось и продолжается в настоящее время. Но использование несовершенного времени предвосхищает изменения. И совещались, и говорили, только не в праздник. Почему? Чтобы не сделалось возмущение. Вероятно, восстание в народе. Почему это так? Это говорит нам о чем-то. Это говорит нам, что Ешуа был популярен в то время. Многие люди следовали за ним. И это было проблемой для иудейских лидеров. Они ревновали, и они были не против использовать обман, хитрость, уловки, чтобы схватить Ешуа для одной цели, а не чтобы найти истину, выяснить, не сделал ли он чего-то, в чем он действительно виновен, что заслуживает наказания. Но они уже решили, что хотят схватить его обманным путем и предать его смерти. И они согласились. Мы не хотим сделать это сейчас, в праздник. Какой это праздник? Праздник опресноков. Технически Пасха — только один день. Этот день известен как день приготовления, когда ангца готовят и приносят в жертву на жертвеннике в Иерусалиме. Это делалось всегда после Первой Пасхи в Египте и того, что произошло в пустыне. «Затем сыны Израилевы вошли в землю обетованную, и Иерусалим стал местом, где имя Бога присутствовало уникальным образом. С того времени Иерусалим был местом, где праздновалась Пасха. Это был день подготовки к празднику опресноков». Многие люди не знают. Вы не едите Пасху, пасхальную еду, праздник Пасхи. Вы едите ее в первый день опресноков. Пасха — приготовление к празднику опресноков. Так что все это, как мы и увидим в течение нескольких недель, когда пройдем главы 26, 27 и 28. Это все происходит в контексте Пасхи и праздника опресноков. Шестой стих. «Ешуа оставил Галилею и отправился в Иерусалим. Поскольку он соблюдал иудейские традиции, тот должен был быть там на празднике». Когда он пришел, заметьте, что тут сказано, «согласно его традиции». Так сказано в этом тексте. Но есть и другие места Библии. Согласно текстам, «Ешуа не остался в Иерусалиме, но вместе, рядом с ним». Писание говорит, что «Ешуа пришел в Вифанию на горе Элеонской». Вот где располагалась Вифания. И, конечно, гора Элеонская имеет особое, особое отношение к Мессии и его делу. Итак, «Ешуа пришел в Вифанию, в дом Симона Прокаженного». Симон — это имя на иврите Шимон. И тот факт, что он назван прокаженным, значит, что он не был прокаженным. Если бы у него еще была проказа, он не мог бы быть в доме. Он был бы вне города, и в городе ему находиться было бы запрещено. Он был исцелен. Вот что важно. И смысл тут в том, что раз он был исцелен, выделяются две вещи. Прежде всего, мы знаем, что один из признаков Мессии, согласно Исаии, это то, что Мессия будет очищать прокаженных, исцелять их от проказы. И вот «Ешуа там», то есть в доме человека, в доме Шимона, который был исцелен от проказы. Это говорит о многом понимающему человеку-еврею, знающему иудаизм и откровение Торы. Это говорит смело, сильно, ясно, о его мессианском призвании исцелять прокаженных. И вот что происходит посреди этого. Посмотрите 4, извините, 7 стих. Мы читаем. «Подошла к нему женщина». Итак, женщина, а всякий раз, когда женщины выходят на передний план послания, это изменяет контекст, изменяет его на контекст искупления. Так что мы теперь поймем, почему Мессия умирает ради искупления. Это Пасха. Еще один намек на искупление. Еще раз, 7 стих. «Подошла к нему женщина, имеющая алебастровый сосуд». Это сосуд с маслом, которое было, посмотрим с середины 7 стиха, которое было очень дорогим и возлила ему возлежащему на голову. Опять-таки, возлежание — это намек на Пасху. Библейское требование, когда вы едите пасхальную еду в первый день опресников, вы должны принимать ее возлежа. Так что еще один намек в тексте, что Мессия помазан, помазан этим особым драгоценным миром, очень дорогим маслом. Он был помазан как то, как тот, кто был послан исполнить Пасху, а не отпраздновать ее, как это делали сыны Израилевы. Он был послан стать Пасхой, быть этим пасхальным агнцем. Он помазан, и мы скоро увидим, он скажет нам, что он помазан для погребения. Почему? Пасха. Что должно прийти вам на ум? Смерть. Он должен умереть. Усвоите очень важную библейскую истину. Эта женщина, и мы увидим в конце данного местописания, эта женщина была единственной. Никто из учеников не знал этого. Никто не принимал этого, не действовал, не поступал на основание этого. Женщина знала, что он умрет. Никто другой. Хотя Мессия снова и снова говорил им, говорил им, что воскреснет на третий день после того, как будет распят. Но никто не думал о воскресении. А что мы усваиваем из этого? Никто не думал о царстве. Их мышление не было настроено на него. Но вот приходит эта женщина. Она помазывает его. И заметьте результат. Читаем еще раз. Она пришла с этим очень дорогим миром в алебастровом сосуде. Возлила его ему на голову в то время, как он возлежал. Восьмой стих. Ученики же его увидев это. И это слово здесь означает, что они вознегодовали, были разгневаны, обеспокоены этим. Они сказали, восьмой стих, Они сказали, к чему такая трата? Для чего это? Напрасная трата, потеря. Что она взяла это мира, которое стоит так дорого, и возлила на него? Это напрасная трата, потеря. Сделай так. Почему? Девятый стих. Ибо можно бы было продать это мира, продать это мира за большую цену и дать нищим. Они могли бы продать его за большие деньги, а затем раздать их нищим. Такое было их мышление, или нет? Посмотрите, десятый стих. Но Иешуа, зная, он знал их мысли. И что показывали их мысли? Вместо того, чтобы думать об искуплении, вместо того, чтобы думать о том, чему Мессия учил их, как он готовил их, о значимости этого года, как он пойдет в Иерусалим, вместо того, чтобы думать об этих вещах, что их заботило? Деньги. У них на уме были деньги. И, конечно, они скрывали это. Мы видим это в другом Евангелии. Они скрывали это под видом так называемого желания дать деньги нищим. Иешуа, зная это, сказал им, «Зачем? Иначе говоря, по какой причине вы беспокоите? Для чего вы беспокоите женщину?» И заметьте, тут сказано конкретно эту женщину. Он делает акцент на ней. И мы скоро увидим, почему. «Итак, зачем вы беспокоите эту женщину? Она доброе дело сделала для меня». Итак, эта женщина, и очень важно, чтобы вы увидели это, она поняла утверждение Иешуа, что он — агнец Божий, что он умрет в Пасху. И она откликнулась на это. Когда мы понимаем истину, и у нас есть вера, это проявится в добрых делах. Заметьте, что он говорит. Он говорит, «Она доброе дело сделала для меня». И все это — результат знания истины Божьей, слушания слов Иешуа и правильного ответа. «Она доброе дело сделала для меня». Одиннадцатый стих. Теперь он скажет о нищих. Он говорит, «Ведь нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете». Какое послание здесь? Иешуа снова делится с учениками, намекает им на то, что он подходит к концу своего служения. Он умрет. Да, на третий день он воскреснет. Но вскоре после этого, через сорок дней, он вознесется. Он оставит их. И так он подходит к концу того, что Отец Небесный послал своего единородного сына в этот мир совершить. И что это? Совершить дело искупления. Заплатить цену. И поймите, акцент Пасхи — на крови Агнца. И вот почему так важно, чтобы мы делали акцент на крови Мессии, которая была отдана для того, чтобы Завет... Какой Завет? Новый Завет был ратифицирован, введен в действие. И мы знаем, мы много говорили о том, что этот Новый Завет — это Завет прощения, в котором Бог смело и чудесно провозглашает, что Он больше не вспомнит наших грехов. Вот каким образом каждый из нас, верующих, может иметь уверенность в том, что мы будем в Царстве Божьем. Мы знаем, что будем там, потому что это произойдет не на основании подтверждения посредством наших дел, наших поступков. Они не являются частью средств спасения. Они не посредничают, не играют роли в этом. «Спасение — это дар по благодати Божьей. Это то, что Он сделал для нас. То, что кровь Мессии ратифицировала этот Завет, дает мне абсолютную уверенность на основании того факта, что Бог не вспомнит ни один из моих грехов. Я уверен, что буду в Царстве Божьем». Итак, Он говорит, «Ведь нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете». Двенадцатый стих. «Возлив мира это, возлив масла это на тело мое, она приготовила меня к погребению». Я считаю этот стих одним из важнейших здесь. Он говорит, «Она сделала это, возлила это мира на тело мое». «Почему на тело?» «Почему это слово?» «Мы знаем, что она возлила мира на его голову и его стопы». Но вот послание. Позже Он скажет, говоря о вечере Господней. Он скажет, взяв хлеб, «Это тело мое, отдаваемое за вас». «Тело» — это слово «сома». Появляется здесь как способ подчеркнуть. «Яшуа отдает всего себя, не удерживая ничего». Это полная, совершенная жертва. Итак, мы читаем здесь. «Возлив мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению». Снова погребение — это значит, что Он умрет. Потому она это и сделала. Она знает, она понимает, что произойдет с Ним в эту Пасху. 13, наш последний на сегодня стих. «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие, это в целом мире». Заметьте, что Он делает? Он связывает Свою смерть и Своё воскресение. И вот Его смерть присутствует в этом Евангельском послании. А что такое Евангельское послание? Что ж, это благая весть об искуплении. И это слово, между прочим, оно у нас на греческом, но в книге Исаии появляется этот термин «бессора». И это слово «бессора» относится к плоти, что Бог посетил народ твой во плоти, что само тело Мессии было отдано ради того, чтобы это Евангелие могло стать реальностью. Итак, Бог обеспечил всё, Он отдал Себя полностью. Вот почему Он говорит «Истинно говорю вам». Это выражение использовано для того, чтобы подчеркнуть важность того, что Он скажет. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала». Вот что Он говорит здесь. «По всему миру будет засвидетельствовано, что она пришла и сделала это». И контекст в том, что это женщина из Вифании на горе Илеонской. А Вифания, между прочим, это термин, который значит «дом страждущих». Речь идёт об очень бедных людях. Это слово «они». Слово «бейт» — «дом». «Бейт» — «они». «Дом бедных». У неё было это очень дорогое мира. Вероятно, это была единственная её ценность, и она решила отдать его в признание того, что Мессия сделает для неё и для всего мира. Вот таким должны быть и мы, людьми, готовыми посвятить всех себя до самого своего существа Ему. Ради евангельского послания, ради служения, которое приходит из Евангелия, чтобы нам участвовать в делах Божьих, как она, и чтобы Бог сказал «Хорошо, это добрые дела, они приносят мне славу». Так позвольте мне спросить вас, описывает ли это вас? Вы — человек, посвящённый евангельскому посланию согласно тому, как открывает эта Библия. Вот чему посвящён истинный ученик. Что ж, на этом закончу. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединиться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдёте статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в прямом эфире. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Яшуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.